Продолжение следует... Я не считаю затворничество плодотворной школой, но, опять-таки, для иных людей оно необходимо, как для Солженицына, для других людей невыносимо, как для Чехова. Это такая ситуация, вот ситуация нынешнего затвора, она, с одной стороны, очень помогает сосредоточиться, но это, рискну сказать, в краткосрочной перспективе. Вот это сосредоточиться, изолироваться, усилить самостоятельность, закрыть границы, закуклиться, это хорошо, ну, люблю цитировать эту фразу Жалковского, обернуться имеющимся. Это хорошо на коротких расстояниях, как всякий негатив, как всякое зло, ибо изоляция всегда зло. Но на расстояниях долгих это неизбежная деградация, конечно. Понимаете, то, что Россия была так долго закуклена, это привело к очень интересной ситуации. Вот я её сейчас оценил, эту ситуацию, когда писал статью про Лавренёва в «Очередной дилетант», ведь там с Лавренёвым как вышло. Он часто описывает ситуацию, когда и красные, и белые в общем хорошие люди, и противоречия между ними, как в «Седьмом спутнике», они не антагонистичны. Белый может ладить с красными, красные могут ладить с белым, красные и белые, как в «Седьмом спутнике», могут любить друг друга, ну, до такой кризисной ситуации, когда она его убивает. Но, в принципе, эта ситуация нормальная. А вот всему остальному миру они чужды уже антологически, уже это антагонистическое противоречие, как говорили в старину. Уже между нами и англичанами, между нами и американцами такая бездна, как в крушении республики Итль, что на её фоне наши внутренние конфликты совершенно ничтожные. В крушении республики Итль простой рыбак полюбил бывшую королеву, между ними нет и не может быть никакой разницы. Там красный комиссар в «Седьмом спутнике» мечтает о графине. Это вообще такая особенность эротической утопии у Лавренёва. Любовь пролетария к графине и рыбака к королеве, и говорухи отрока к рыбачке. Нормально. Но, как только в дело вступает интервенция, тут мы все заедино против них. И его пьеса «Голос Америки» 50-го года в этом смысле просто продолжение давней линии. По сравнению с тем, насколько мы отличаемся от них, наши ничтожные классовые различия совершенно стираются. Это издержки долгоизоляции, это 100 лет одиночества и 700 лет одиночества на самом деле.